Многие из вас знают японскую бамбуковую флейту Секухати. Известна она была еще с 6 века. По преданию, принц Сетоку вел аккомпанемент на Секухати во время чтения сутр. Музицирование на флейте было распространено среди придворной аристократии, но популярность Секухати получила в 16 веке среди монахов пустоты и небытия. Кто же они такие, как связаны с дзен-буддизмом и как эти монахи усовершенствовали бамбуковую флейту, расскажем в новой немузейной истории. До 19 века в Японии можно было встретить бродячих монахов, просящих милостыню за игру на флейте. Их называли КОМОСО – монахи соломенных матов, а более позднее название КОМУСО – монахи пустоты и небытия. Монахи объединились в братство КОМУСО и были последователями школы ФУКЕ – ответвления дзен-буддизма. История школы восходит к легенде о чань-буддистском монахе Пухуа в Японии ФУКЕ, жившем в эпоху Тан. Он любил бродить по улицам и звонить в колокольчик, призывая людей к просветлению. Один из учеников Пухуа, услышав звук ломающегося бамбука, восхитился, создал себя бамбуковую флейту и объявил, что теперь звук флейты будет означать звук колокольчика. В начале 16 века в среде КОМУСО получила распространение маленькая бамбуковая флейта хитойогири. Буквальный перевод – одно коленце бамбука. Монахи немного изменили инструмент, сделали его крупнее и тяжелее, выбирая для изготовления большие стволы бамбука из трех коленцев. Есть две гипотезы, почему они это сделали. Первая – ряды КОМУСО пополнялись разорившимися самураевы. Они предпочитали более крупный инструмент, которым можно было воспользоваться как оружие, хотя у каждого последователя были кинжал и длинный деревянный меч. Вторая – основатели фуки-сю стремились отличаться от странствующих нищих, играющих на хитойогири, в частности, посредством изменения инструмента. Игра на Секухате рассматривалась в школе фуке как особая духовная дисциплина в рамках дзенской практики суи дзен или музыкальная медитация. Жизнь КОМУСО была очень организована, репертуар исполнялся строго по расписанию. Например, утром играли пьесу Кокурейбо – «Сигнал к пробуждению», а в течение дня монахи чередовали игру на Секухате с сидячей медитацией. Каждый монах должен был в течение месяца не менее трех дней просить подаяния. В рамках этого послушания исполнялись особые мелодии – Тори, Хачи Гаэйси, а если на пути встречались два монаха, они должны были соблюсти особый ритуал приветствия. Сначала исполняли мелодию «Ёбетаке» – «Зов бамбука», а затем ответ «Укетаке» – «Принять и подхватить бамбук». Со временем Секухате стала так прочно ассоциироваться с монахами школы фуке и их медитативными практиками, что в XVIII веке за КОМУСО в числе нескольких особых привилегий от правительства, даже закрепилось эксклюзивное право ношения и использования этой бамбуковой флейты. Традиция исполнительства КОМУСО считается наиболее полным выражением духа дзен-буддизма в японской инструментальной музыке. Наравне с флейтой Секухате атрибутами КОМУСО были зонтик и плетеная шляпа-корзина Тэнгай. Она полностью закрывала лицо монаха, подчеркивала отказ от собственного я, а также сохраняла анонимность, что было удобно тем, кто пришел в школу фуке в поисках новой жизни. Потому как последователь надевал Тэнгай и удерживал флейту, другие могли понять, нужен ли монаху ночлег. Тэнгай защищала от дождя. Изготавливалась такая шляпа только в столичных храмах школы фуке. Ее конструкция не разглашалась, а последователям нельзя было выходить на улицу без Тэнгай. В остальном внешний вид монаха был не очень примечательным. Они носили однотонные одеяния Кэса, служившие одеждой учения и доспехами смирения, что помогало ликвидировать гнев, лень и ложное знание. Кэса напоминала прямоугольную накидку с решетчатым узором. Разные по цвету Кэса соответствовали рангу последователя в школе. В основном были черного и белого цвета. Их носили с сандалиями. На шею монахи надевали коробочку для милостыни – гэбако, на одной стороне которой было написано «Нерожденный, неумирающий», а на другой – дзенское имя монаха. Волосы Камусо не стригли, в отличие от других дзенских монахов, поэтому их считали чем-то средним между духовниками и мирянами. Камусо запрещалось много разговаривать. Они могли сказать лишь свое имя в традиции и название храма школы. Если задавали другие вопросы, то монах отходил на несколько шагов назад и говорил «Что может ответить тот, кто состоит из пустоты?». Шляпа Тенгай, добавшая анонимность последователям, способствовала и тому, что стало сложнее отличить настоящих монахов от тех, кто прятался под Тенгай ради собственных непонятных целей. В 1847 году Камусо лишились всех своих особых прав, а в 1871 году школа Фуке была расформирована, вступил в силу запрет на сбор подаяний. Это отразилось и на статусе бамбуковой флейты. Произошел раскол на светское музицирование и духовное упражнение. Бывшие монахи становились учителями и преподавали игру на секухате. Возникло множество школ игры на этой флейте. Тодзан, Мэйян, Кинко. Эти школы и в наши дни являются хранителями традиций. Образ монахов Камусо, хоть и существовали они относительно недолго, прочно укоренился в японском искусстве. И сегодня можно встретить отсылки к Камусо в массовой культуре, а также можно увидеть на улицах возле японских храмов Камусо в ходного дня, людей в соответствующей одежде, играющих на секухате.